На помощь Вячеславу Полехину чуть больше года назад пришли больше сотни неравнодушных казанцев. Одинокий пенсионер, инвалид второй группы в один момент лишился всего имущества и единственного друга, канарейки Гоши. Его квартира вспыхнула из-за короткого замыкания, когда мужчина пошел в социальную столовую. Анна Городнова узнала, как он живет сейчас и поздравила его с наступающим праздником. Он все еще помнит Гошу, постоянно о нем тоскует. В тот день, 6 апреля 2017 года, сильно изменил его жизнь и лишил единственного друга. Вячеслав Полехин пошел в социальную столовую, вернулся уже на пепелище. Из-за чего вспыхнул огонь, сейчас ему уже и не важно. И жалко было не имущество, а погибшую в огне канарейку. Как и где жить дальше, даже и не думал. За него об этом подумали неравнодушные казанцы. Группа помощи одинокому пенсионеру росла не по дням, а по часам. Я здесь, наверное, чуть не расплакался, потому что мужчина был просто грязный. Плачет, он не знает, что делать, он просто потерян. И, наверное, я понял, что здесь мы точно должны этому человеку помочь встать на ноги. На собранные деньги волонтеры поселили мужчину в гостинице. Сами тем временем в сгоревшей квартире сделали ремонт. Пришлось даже менять проводку. Кто-то купил обои, кто-то сантехнику, привезли новую кровать. Но увидеть преображенное жилье смог не сразу. У инвалида второй группы пошатного здоровья. Меня в гостиницу отправили. В гостиницу неделю. После гостиницы попал в больницу. Не забывают его волонтеры и по сей день. Кто-то сходит за продуктами. Инвалиду второй группы элементарно тяжело ходить. Кто-то уберется, кто-то приготовит. Но украшать квартиру решил сам. Изолеты наклеили. И окна, и все. Самый главный новогодний атрибут – елку наедил еще в октябре. Попутно украсил квартиру гирляндами. Встречать Новый год, впрочем, как и всегда, будет один. Вернее, с канарейкой, которую ему подарили неравнодушные люди. Она по комнате и днем летает, и на кухне летает, и в комнате бегает, и сама в клетках залетает. Общий язык с ней, говорит, давно нашли. К новому питомцу сильно привык. Но только вот имя птицы больше решил не давать. Анна Городнова, Айрат Назипов, Азат Самигулин, Вызов 112.